Начинаем наш третий блог про электронный маркетинг в B2B-компаниях, который будет посвящен инструментам, бизнес-инструментам. И следующий докладчик, мой компаньон, коллега Михаил Федоров, член гильдии маркетологов, сертифицированный специалист по Яндекс.Директу, Google AdWords и еще много всяким разным страшным словам. Расскажет вам про стыковку CRM и мониторинг дилеров, о том, что же делать, когда мы хотим узнать, как ведут себя в отношении нас дилеры, если мы производители, поставщики какого-либо оборудования, либо каких-то материалов. Друзья, приветствую Михаила. Миша, привет, начинай. Привет, спасибо, Андрей. Сегодня мы поговорим о том, какой будет телефонная аналитика для B2B. И расскажем, в общем, такое мини-исследование, которое мы провели перед тем, как мы начали глобально копать в эту тему сами, потому что тоже пытались и готовыми сервисами воспользоваться. Ну, правда, вот из того, что сегодня рассказали Web Profitors по связке с CallTouch, мы исследовали CallTouch еще на тот момент, когда он еще не интегрировался, скажем так, с аналитикой. Но, тем не менее, вот те выводы, которые мы получили, те ограничения, которые сейчас есть, они, я думаю, на данный момент тоже справедливы. И мы расскажем пару кейсов по контролю дилеров и по стыковке телефонеи с CRM и с системами Web Analytics для получения, скажем так, сквозных данных, для понимания того, как, в общем-то, клиент конвертируется в лиды, лиды конвертируются в деньги, и какие в итоге каналы работают, не работают, откуда берутся в итоге финансы. То есть мы это отслеживали в одном случае до пользователя, а в другом случае у нас была задача измерения больших объемов данных по рекламе, по тому, какие рекламные каналы работают, не работают, для большой дилерской сетки, в которой не было возможности напрямую взаимодействовать с клиентом, потому что все взаимодействие через дилеров. Сначала, в общем, вступление, то есть и о чем мы поговорим. Поговорим мы о том, в принципе, какой должна быть идеальная система веб-аналитики для B2B, рассмотрим исследования, мы попытаемся выбрать сервис по каким-то параметрам, по крайней мере, сформировать требования к тому, каким критериям он должен отвечать, и кейсы. Почему мы об этом говорим? В общем-то, потому что приходится заниматься формированием стратегии присутствия в интернете и, в принципе, маркетинговыми стратегиями для клиентов, и в том числе встает вопрос, естественно, о том, а как, собственно, измерять все это дело, поскольку это вот на уровне стратегии как раз находится и уровень аналитики, то есть, когда нам становится понятно, для чего мы, собственно, реализуем комплекс интернет-маркетинга, какие характеристики компании есть, какое есть торговое предложение, встает вопрос, собственно, чего нам нужно делать, каких целей достигаем, как мы это делаем, как мы это измеряем. И вот часто получается, что без телефонной аналитики никуда, тем более часто получается, что телефония – это вообще единственный канал, который можно измерить на ряде сайтов, на ряде мероприятий интернет-маркетинга. Итак, давайте посмотрим, какие задачи по измерению телефонии и, в принципе, задачи обычно ставят перед собой компании в B2B-сегменте. Мы сегодня рассмотрим четыре типа бизнеса, потому что, когда мы искали у себя и своих клиентов тех, которых можно было бы как-то слепить в одно, в итоге выясняется, что типы бизнеса-то разные. Значит, первый пример – это компания, которая предоставляет услуги, ну, допустим, это какие-нибудь услуги, может быть, для строителей, например, напыление пенополиуретана или что-то вот такое. То есть, в таком случае, в принципе, достаточно знать, сколько звонков и из каких рекламных каналов люди звонят. В данном случае обычно заказ через сайт – это редкое явление, ну, бывает, там, ночью все это дело случается, но, тем не менее, небольшая проблема, в общем-то, отдельно иметь веб-аналитику и отдельно иметь какую-то совершенно простую измерялку звонков. Идем дальше. Значит, если у нас какой-то интернет-магазин таверов для B2B, там, офисные какие-то принадлежности, все что угодно, получается уже более сложная система, и, как правило, владелец бизнеса или управляющий, или коммерческий директор, тот, кто занимается, в общем-то, выделением средственную рекламу и анализом ее эффективности, хочет уже знать, сколько было звонков, с какого объявления, сколько продаж по этим звонкам, и обычно сервисы стандартные, которые не связаны с телефонией, с вашей офисной, которые, скажем так, просто занимаются тем, ну, вот, как там в Яндекс.Метрике есть инструмент измерения звонков, он просто переадресует звонки. Возникает ряд проблем. То есть, например, если у вас два одновременных звонка в компанию, и все это приходит к вам на какую-то там аналоговую АТС, например, есть такая проблема, что АТС по факту не знает, какой из звонков куда переключился. То есть для АТС это просто банально обрыв линии связи с первым абонентом, и потом какая-то другая линия, на которую переводится, ее подхватывает. То есть связь можно наладить, там, не знаю, например, попыткой понятия, в какое время было переключение, выставлением каких-то интервалов, но по факту, например, аналоговая АТС какая-то, или какая-то вот там, какой-нибудь Panasonic стандартный офисный, он этого не знает. И будет непонимание, из какого конкретно канала пришел звонок, и какой в итоге сконвертировался. То есть статистика серьезно бьется. Есть другие проблемы, тоже о них расскажу. Значит, следующий тип бизнеса – дорогое оборудование для B2B, от предыдущего сегмента отличается тем, что очень долгое принятие решений. То есть, допустим, какой-то там кран, бетоносмеситель, все что угодно. Заказы, есть звонки, есть заявки с сайта какие-то лиды, есть какие-то даже запросы и условия поставки, но по факту получается, что поскольку решение принимается долго, тот же Google Analytics, он здесь не справляется по тому же сайту. По телефонии тоже бывают проблемы, потому что, допустим, есть подмена телефонов, вроде как есть подмена источников, но куки на такое время, которые принимаются решения для того, чтобы человеку тот же номер показать, они уже, как правило, на такое время не выставляются. Более того, появляется сразу довольно серьезное ограничение по выбору системы, которая у вас будет это все анализировать и так далее. Значит, то, что хочет знать директор, как правило, еще шире, это история звонков, что клиент делал до и после, сколько раз он заходил на сайт, связку с CRM, как правило, они хотят, чтобы ввести этих клиентов. То есть, допустим, классная возможность появляется такая, что если мы видим, что этот клиент заходил на сайт, то мы, допустим, через три месяца после первого общения с ним, после первого контакта с ним, это говорит о том, что, наверное, менеджеру, который ведет этого клиента, нужно выкинуть какое-то предупреждение, что, дорогой товарищ, давай-ка ты позвони тому клиенту, а то он что-то опять на сайт зашел, наверное, что-то уточняет, нужно, наверное, у него какие-то возражения, надо их побороть. И, в общем-то, то, как маршрутизируются звонки по менеджерам, возможная эффективность менеджеров, продающие способности, понимание того, допустим, а с какого рекламного канала на какого менеджера лучше, опять-таки, переводить звонок, тоже обычно, если большой объем данных, обычно над этим тоже заморачиваются, чтобы повышать эффективность. То есть, в итоге вы получаете воронку как снаружи компании, так и внутри компании в таком случае. И, соответственно, следующий случай, который вообще довольно сложно измеряется, как правило, этим пользуются компании, которые дают медийку, дают обычную рекламу, что так, как вы померяете, ну вот мы к вам привели посетителей, вы производитель, вы продаете через дилерскую сеть, вот они зашли к вам в раздел, где купить, выбрали ближайшего дилера и позвонили им. Как мы это отследим? Они как мы это не отследим, заявки через сайт мы тоже не отследим, ничего померить нельзя. Будем мерить вход на страницу, где купить. А в итоге вот встает ряд вопросов, которые может, по нашему опыту, повысить эффективность этой рекламной кампании, и денег, которые эта рекламная кампания принесла, просто в разы. За счет того, чтобы, например, звонка перераспределить на нужного дилера. Или сразу человеку выдать того дилера, у которого это, например, техника или оборудование, или какие-то стройматериалы есть в наличии. Или, например, перераспределять звонки, стараться тем дилерам, которые лучше на них отвечают, у которых лучше коэффициент конверсии звонка в заказ. То есть вот эти вот все вещи, в итоге, когда начинаешь разбираться, а как это сделать, в итоге приходится придумывать всякие интересные решения для клиентов, и вот это более сложная задача, особенно с учетом того, что, как правило, сама компания, производитель дает рекламу, дает рекламу на свой сайт, но при этом сама звонки не обрабатывает. Но измерить хочется. Это вот один из кейсов, которые мы сегодня расскажем. Итак, значит, допустим, мы говорим о том, что у нас идеальный случай, у нас онлайн заказ товаров для B2B, пусть там какой-нибудь интернет-магазин для B2B, там какой-нибудь офисные принадлежности, офисное оборудование, принтеры там, что угодно. Часть заказов, большая часть заказов проходит через сайт, какие проблемы есть? Да, вы получите вот такую картину, если вы настроите правильно Google Analytics с электронной торговлей. Что вы не получите? Вы не получите, во-первых, многоканальность. То есть человек мог взаимодействовать с сайтом много раз, более того, сначала мог инициатором выступить какой-то там человек из тех отдела, там какой-нибудь системный администратор, потом, допустим, там директор одобрил, тоже пошел в интернет что-то искать, потом там, не знаю, секретарю дали задачу поискать, потом там с мобильного устройства системный администратор в Яндекс.Маркете выбрал цену, зашел и так далее. То есть все, что угодно может быть, или как вот в данном случае нарисовано, то есть человек взаимодействовал и с оффлайн-рекламой, и с онлайн-рекламой, а в итоге там позвонил вообще, набрав уже название компании в Яндексе. То есть в случае с Google Analytics классическим, вот в данном случае, который приведен здесь, конверсия, которая засчитается каналу, в общем, эта конверсия будет приписана прямому заходу с поисковой системы по названию компании. То есть как по брендированному запросу, как вот, в общем, это припишется не SEO-шникам, не тем, кто дает медийную рекламу, а не тем, кто размещает баннеры. А по факту сработала целая цепочка привлечения, вовлечения и конвертации клиента. Может быть, даже клиент несколько раз звонил в компанию и взаимодействовал с ней. То есть как посчитать, к какому каналу что приписать? Вот это вы абсолютно точно со стандартным Google Analytics потеряете. Несмотря даже на то, что там есть возможность настроить многоканальные последовательности, например, телефонию сюда вписать и связать, что вот, например, вот этот человек, это тот же человек, который звонил вам тогда по телефону, стандартный Google Analytics сделать не дает, это можно сделать только в универсале. Ну, в общем, расскажем, как мы с этим работали. Значит, ну, что вы получите в итоге, даже в идеальном случае, что, допустим, столько-то рублей потратили на рекламу, столько-то, значит, человек пришло, во столько-то обошелся там один заинтересованный посетитель, во столько-то обошлась одна заявка через сайт, из них оплатило столько-то человек, значит, во столько-то обошелся один клиент, и там, допустим, ретаргетингами еще сколько-то людей догнали и получили там, допустим, еще сколько-то человек. В итоге получили, что ROI или возврат инвестиций на каждую рубль потраченный в рекламу, допустим, вот такой. Какие тут опять же есть допущения, если важно это посчитать, если важно понять, что конкретно было, куда потрачено и что действительно сработало? Ну, во-первых, вот целый список вопросов, а как понять, что это действительно та самая тысяча человек, которая пришла, а если заказ, допустим, произошел не через сайт, человек положил что-то в корзину, а потом позвонил по телефону или приехал в офлайн-магазин, а что если человек заходил с разных устройств, а что если вы, допустим, подмену номера используете, то человек, допустим, зашел, записал этот номер, а позвонил, допустим, через три дня. И тут сразу вопрос к системе телефонной аналитики, а как она работает, потому что если номер телефонный выдается под сессию пользовательскую, то вот эта конверсия перепишется уже совершенно другому источнику, другому каналу, другому ключевому слову и так далее. Следующий момент, ну опять-таки, если у вас дилерская сеть, как тут отследить? И вопрос, если у вас принятие решения о покупке полгода, год-полтора, как быть здесь? То есть вот эта схема, она рушится, особенно в B2B, вот просто на ура, то есть там, где у вас не моментальное принятие решения, там это все ломается. Ну по поводу красивой отчетности, вот, например, мы делали для руководства вот такие вот штуки для отдела маркетинга тоже, они в Google Analytics разбираться не очень хотят, в общем, из них через API делается выгрузка в Google Docs, Google Диск, все считается, выбирается, то есть от них задача только вписать бюджеты, которые они потратили на каждый канал в конкретный месяц. И, пожалуйста, они получают вот такую вот красивую табличку, все это делают, ну, в общем, просили нас это сделать довольно крупный автодилер, потому что они руками готовили вот такую отчетность, у них сидело 4 человека в отделе, и каждый сидел вот такую отчетность готовил. Ну, в общем, в итоге мы это сделали, людей руководство припахало на более полезные дела, чем клепать вот такую вот отчетность, но по факту это полный бред, потому что вот с теми допущениями, что сказано здесь, особенно там с тем автодилером, который был, ну, вот, все это по факту не работает. То есть тот бюджет, который был потрачен в какой-то предыдущий месяц или там полгода назад мог сработать на конверсию сейчас, а отследить это с помощью вот этого всего не получается. То есть к чему это я? К тому, что зная свои задачи, зная ограничения, которые вы получите с использованием того или иного сервиса, с его ограничениями, зная, что конкретно вы хотите измерить и на какие допущения вы хотите пойти, вы, в общем-то, можете выбирать себе систему, сформулировав к ней вот эти требования. Я сейчас пробегусь еще по списку, в общем, тех проблем, которые возникли при тестировании сервисов, чтобы вы также знали, собственно, что можно выбрать и на что обращать внимание. Естественно, чтобы повысить вот эту вот точность, там, Google Analytics, не Google Analytics, естественно, нужно учитывать заказы по телефону и стараться их приписать к тем источникам, из которых люди пришли. Ну, понятно, с учетом там многоканальности и так далее. Час в телефоне единственный конверсионный канал, подмена номера, ну, элементарная штука, вот скриншот из Яндекс.Метрики, там вот это вот сейчас платная возможность подключить номер за 330 рублей в месяц или 11 рублей в сутки. Вот, пожалуйста, там, получили номер, оплатили его, поставили переадресацию на свой, померили количество звонков, узнали, как отвечается на звонки, сколько времени до ответа, какой продолжительности разговора и так далее. Ну, вроде как все хорошо, в общем, с рядом поправок, тут даже вот ключевые слова можно, в принципе, вбивать, там, по тому же Яндексу, то есть не вопрос, можно померить какие-то отдельные вещи, но какие проблемы при этом? Первая проблема, банально, хотите стыковаться с CRM, входящий номер по всем звонкам у вас будет, который приходит к вам на АТС, вот этот номер от Яндекса, потому что по факту Яндекс, ему поступает ваш звонок, он набирает от себя ваш номер и связывает голосовые каналы, то есть звонок будет от Яндекса. И если у вас будет связка с CRM, чтобы там нужный менеджер сразу брал трубку, приветствовал клиента, у него сразу карточка клиента открывалась, вам этот способ уже не подходит. Ну, так вот, в принципе, схема, как работает, я сказал, то есть соединение голосовых каналов с записью этих данных, в том числе с подсасыванием всего этого дела в Яндекс.Метрику. В итоге, что у вас получается? Вы отдельно получаете статистику из Google Analytics, допустим, по продажам или по лидам, по генерации того, что у вас было, и отдельно получаете статистику по телефонным звонкам без заказов. С заказами, да, с заказами еще какая-то ситуация, вы можете заставить операторов писать на бумажке, допустим, точное время звонка и зачем звонили. То есть, таким образом, дальше вы потом получаете набор источников, состыковываете эти данные, ну, получаете какую-то более-менее адекватную статистику по тому, сколько денег потратили, сколько денег получили, что получается. Минусы, понятно, что точность довольно низкая, что номер определить не можете, перезвонить клиенту можете, но нужно будет в статистике Яндекс.Метрики выискивать, а какой же номер звонить, пытаться, значит, ему перезвонить. В общем, нужно менеджеров, которые принимают звонки, дать им кучу всяких доступов, чтобы они это видели. И главное, что статистика никак не связана до конечного пользователя, то есть она в итоге с очень большими допущениями идет. Если пойти дальше, если пойти от считалки до звонков до какого-то интеллектуального сервиса, которые связаны с веб-аналитикой полноценным способом, чтобы можно было отследить по персоне уже всю эту ситуацию, чтобы можно было звонки, допустим, записи разговоров крепить в карточку клиента автоматически, чтобы туда же подтягивались там e-mail, запросы с сайта, все что угодно, его взаимодействие с сайтом. То есть дойти до полной персонификации и построить работу с клиентом таким образом, чтобы вот эта персонификация помогала вам продавать и взаимодействовать с клиентом тогда, когда ему нужно. То есть зашел он на сайт, что-то уточнил, вышел, ага, менеджер увидел, что два месяца прошло, по идее срок принятия решения от полугода до года, но через три месяца он борется с возражениями. Надо позвонить, напомнить себе. Здорово, что он зашел. Итого, что получается, что для разных типов бизнеса получается, вот с которым мы до этого рассмотрели, получается, есть разные требования к системе аналитики, разные допущения, на которые бизнес может пойти, разные инструменты, в общем, разные сервисы, разные проблемы. Ну, давайте рассматривать, в общем, что же выбрать, что делать дальше. Дегустация системы телефонной аналитики, которую мы провели, тоже расскажу о тех допущениях, которые вот мы нашли. Аренда номеров. Самый частый способ, когда вы не хотите покупать себе в собственность 50-60 номеров, но хотите измерить, допустим, по каким ключевым словам звонят, или по каким объявлениям, или какие сегменты пользователей. То есть тут разделение идет по сегментам, что вы в сегмент выделите, то вы измерите звонками на этот номер. Ну и, соответственно, на сайт ставятся скрипты различные, в рекламные источники, в баннеры, в наружку, куда угодно. Вот подставляются нужные номера. Ну, в случае аренды, конечно, это не всегда. Аренда номеров, как правило, нужна для того, чтобы взять большой пол номеров, допустим, 50 штук, и измерить, допустим, весь ваш список ключевых слов, по которым эта реклама идет, чтобы выделить уже только то, что нужно, и давать уже рекламу только по тому, что нормально конвертируется. Естественно, все эти номера не принадлежат вам, есть всякие сервисы, которые динамически выдают этот список номеров под разных клиентов. В итоге, а, и номера даются под пользовательскую сессию. То есть клиент пришел, вот у него там полчаса сессии, или там среднее время его нахождения на сайте, вот за это время ему присваивается вот этот телефон. Как только он вышел с сайта, этот номер уже уходит обратно в пул и присваивается другому пользователю. Ну, проблема с этим понятна, что если клиент записал номер, он может попасть вообще в другую компанию, или попасть в эту компанию, если там каким-то счастливым способом этот номер опять попадет этому клиенту, но конверсия будет защитна не тому каналу, не тому ключевому слову, статистика побьется. И смена тематики номера, большой риск для репутации. Когда ты звонишь сегодня за, допустим, там записал, что вот такой номер, тут кондиционеры, все хорошо, звонишь туда, а там магазин какого-то шматя непонятного. И, значит, у тебя сразу уже думаешь, что это за такая шарашка, куда я звоню, почему там, что она закрылась уже, что ли, пока я тут два дня думал, где мне окна купить. То есть сразу негатив клиента, и будет ли он дальше выискивать этот номер, но, скорее всего, он подумает, что вот сломается у меня что-нибудь в этом, допустим, продукте, который я купил, куда я, я вот номер записал, перезвоню, а там уже другая компания. Ну их нафиг, я лучше где-нибудь в другом месте закажу. В итоге вот с аренды номеров это дело можно использовать только там краткосрочно, когда вы хотите протестировать какой-то там набор рекламных каналов с разными таргетингами, с разными креативами, то есть протестировать, посмотреть это все, ну, то есть в качестве такого АБ-тестирования телефонного каких-то, может быть, лендинг-пейджи хотите протестировать, с каких лучше звонят еще, с каких каналов, может быть, там сырой трафик, не сырой трафик, баннерная реклама, не баннерная реклама, сформированный спрос или там какие-то еще запросы, то есть это все, на наш взгляд, исключительно для тестирования, оно получается довольно недорого, но вот рассматривать это как такой канал, который вы постоянно будете использовать для измерения, вы можете получить негатив в адрес своей компании. Допустим, вы купили номера, говорите, все, теперь у меня свои номера есть, я буду все измерять, у меня звонки никуда не уйдут, риска репутации не будет. Сразу, значит, приведем пример одного из сервисов, такого, ну, скорее, сводный такой вот набор возможностей, который предоставляет классический сервис массовый, который позволяет работать со своими номерами. Это детализация звонков до уровня сегмента, допустим, там, сегмент по бульдозерам вы выделили в одно направление и повесили туда один телефон, сегмент по, там, не знаю, кранам в другой сегмент, это если по ключевым словам, если вы по рекламным каналам, то у вас сегмент это рекламный канал, то есть, естественно, сегмент нельзя выбирать так, чтобы мешать, там, не знаю, бульдозеры с сервисным обслуживанием каких-нибудь кранов, то есть, это будет уже не сегмент, а только из контекстной рекламы и прямых заходов, это будет какая-то каша непонятная, то есть, обязательно сегмент должен соответствовать тому, что вы хотите измерить. Далее, значит, данные об источниках, то есть, в случае, если сегменты делятся по источникам, то это вот источник того, откуда пришел человек. Дальше, данные по тому, откуда пришел человек, если заявка с сайта, допустим, она может прийти в CRM, и телефонный номер, который человек там укажет по нему, дальше вот эта заявка, когда человек будет звонить с этого номера на вашу телефонию, если CRM завязано с телефонией, в общем, менеджеру будет открываться карточка клиента, что он уже хотел, чтобы его по 10 раз не переспрашивать, в общем, не раздражать человека, а уже общаться с ним, как если бы с ним общались. Дальше еще такой момент есть, если человек звонил в компанию, чтобы трубку брал тот же менеджер, который уже с ним общался, это тоже с помощью CRM и телефонии можно сделать. Дальше, значит, какие проблемы? Нет многоканальности, то есть взаимодействие будет только последнее. Если человек сначала пришел из контекстной рекламы, потом пришел с прямого захода на сайт, потом зашел вообще с какого-то медийного объявления или там с YouTube, у вас запишется в конверсию последний канал, то есть то вот, откуда он позвонил, то и запишется. Это, в общем, довольно плохо, то есть всю цепочку вы не позвоните. Дальше, значит, обратные связи конкретного звонящего с CRM, ну, обычно ее нету, потому что такие сервисы, как правило, работают не соединением с вашей IP-телефонной станцией, а все-таки переадресацией звонков с вот этих номеров, которые сервис будет подставлять на ваш какой-то номер, классический один многоканальный, который у вас есть. Ну и, в общем-то, информация довольно разрозненная получается, опять-таки, потому что, опять-таки, все это не до конца связано, и вот в трактовании этих данных могут быть такие вот проблемы, что не всегда понятно, что конкретно сработало. Если мы, значит, классически, если мы используем номера из личного пула плюс IP, ATS плюс CRM, тут уже все значительно лучше, при этом может использоваться какой-то сервис для подстановки этих номеров. Опять-таки, ну, вроде как все хорошо, проблема получается такая, что данные никак не привязаны, допустим, к классической системе аналитики. В общем, дальше проблема, когда вы хотите посчитать деньги, здесь, опять-таки, появляется тоже куча допущений, и вам нужно уже связываться с учетной системой. То есть, в вашей CRM-телефонии должен быть продуман алгоритм связки с системой. Я тогда перехожу, у нас остается 5 минут, я перехожу к слайдам, значит, суть какая, что нужна персонализированная аналитика, которая отслеживает у вас пользователя прямо по персоне, которая может собирать все, вам нужна CRM, которая позволит собирать эти все данные вместе с карточкой клиента, и вам нужна система аналитики, которая позволяет, то есть у вас нужно либо на стороне CRM хранить все данные о клиенте, о его веб-взаимодействиях, о его оффлайн-взаимодействиях, о его звонках, об отправке почты этому клиенту, либо вы это храните на стороне системы аналитики. Есть разные варианты. В качестве системы персонализированной аналитики, ну, что можно попробовать? Universal Analytics, он пока в бете до сих пор, но его уже активно все используют. Вупро, OpenStat и так далее. Значит, что мешает, как правило, использование разных браузеров, отключение и удаление куки и использование разных устройств. Тоже проблема обычно при расчете всего этого дела и многоканальность. Значит, что, какую систему выбрать, это важно, в общем, для вас оценивать, какие допущения будут и на что вы готовы пойти, чем пожертвовать и какие данные получить. Кейсы. Первый, значит, это связка телефонной аналитики с CRM и с Universal Analytics. Мы взяли сайт, поняли, что мы хотим от него получить, то есть задача была и социальную идентификацию сделать, и связать это все с IP и АТС на базе Астериска, и интегрироваться с CRM и АТС, и связаться с пользователем по User ID, и, в общем-то, свести все данные в карточку, чтобы менеджеры продавали лучше. Проблема — это сэмплинг данных, не всегда Google Analytics дает ключевое слово, канал часто просто источники, ноутсет указываются, ограничение по выгрузке данных и хранение данных на сторонних серверах без гарантии сохранности и с ограничением по выгрузке оттуда из API. Значит, так у нас выглядит выгрузка всех, все заказы с сайта у нас сваливались в CRM автоматическим способом, через API мы туда отправляли. В поле веб вы можете увидеть, это Universal Analytics, вот этот User ID, который мы решили писать его в поле веб, мы просто для скорости решили вот таким образом это все интегрировать. В случае, когда у нас заказ принят, мы в Google Analytics и Universal ничего не отправляем, когда заказ уже доставлен клиенту, мы тогда отправляем по этому User ID данные о том, что заказ обработан. Вот тут можно в карточке видеть, что входящие звонки тоже сваливаются в события, все эти звонки крепятся к карточкам, вот есть карточка клиента, я тут замазал персональные данные, в общем, видно, что входящие звонки поступают, их можно прослушать, все взаимодействия с электронной почтой и так далее, они тоже сюда пишутся. В поле веб вы видите вот этот уникальный идентификатор. Более того, мы вот здесь вот видно в этой карточке, что хотел сказать, что пользователь, у него первое взаимодействие было не через сайт, а через телефонию. Соответственно, мы генерируем вот этот User ID на телефонной станции и записываем эти данные в CRM и в Universal Analytics. То есть у нас связка может работать как в ту, так и в иную сторону. И дальше мы можем склеить сессии, если пользователь был на сайте, мы можем его подцепить. И мониторинг дилера. Второй кейс. Значит, это тот случай, когда у нас напрямую компания не взаимодействует с теми, кто продает. То есть на сайте производителя размещен список телефонов, список дилеров в разных городах, и нужно с ним взаимодействовать. Тоже интересный кейс. В общем, что мы в итоге сделали? Поставили IPTS, поставили единый номер 8800, сделали систему распределения звонков, которые по городам нужным мы определяем входящий номер звонящего и выводим пользователя в очередь звонков по тому городу, в котором, соответственно, из которого он позвонил. Если мы не определили номер, то мы отправляем человека на колл-центр, и они вручную определяют. Далее. В этой очереди звонков мы отправляем звонки только тем дилерам, которые наилучшим образом продают. Как мы это определяем? У нас есть такая табличка и есть отдел контроля качества, который выставляет оценки дилерам по знанию продуктов, по том, какое количество вебинаров они прошли на нашем сайте, сдали ли они тестирование, плюс качество обработки звонков, это продающие способности продажника, то есть продали ли они нужный продукт, побороли ли они возражения клиентов, и объем звонков, которые они могут принять, у нас есть приоритеты по этому. В итоге, значит, у нас есть возможность распределять звонки только тем дилерам, которые наилучшим образом ответят в данный момент на этот звонок, исходя из их дневного лимита, исходя из качества приема звонков, исходя из того, насколько вообще этот дилер нам важен, то есть сколько денег он нам генерирует. Приоритеты мы определяем, то есть мы раз в две недели выгружаем данные в таблицы, мы представили это визуально, переставляем приоритеты, забиваем обратно в систему, работаем следующую неделю. Звонки делаются, значит, вся система работает так, мы отдельно по Москве и крупным городам проводим тесты по ключевым словам и так далее, по страницам, по лендингам, а уже все вот эти данные мы сводим дальше в систему аналитики, то есть мы сводим и звонки с сайта, и звонки, собственно, заявки с сайта, и, в общем-то, дальше мы это все, все эти данные хранятся у нас в персонализированной системе аналитики, дальше мы их выгружаем, принимаем решение, вносим изменения на сайт, меняем дилеров местами, чтобы выводить пользователю именно тех, кто наилучшим образом продаст, и в телефоне меняем приоритеты для того, чтобы человек позвонил именно тому дилеру, с единого номера звонок перевелся тому дилеру, который наилучшим образом продаст. В итоге, значит, очень хорошо все это работает, повысили эффективность рекламы, отсекли ненужные каналы и так далее. Я буду рад ответить на вопросы, следите за нами, добавляйтесь в Facebook, можно мне лично писать в Facebook, тоже отвечу на ваши вопросы, если у вас такие будут. Спасибо. Да, Миш, огромное спасибо тебе за доклад, как всегда интересно, структурировано, много интересных моментов и технических нюансов. Смотри, вопросы к тебе есть, вопрос от Марина, даже сразу два, но будем по очереди тебя ими мучить. Михаил, а как быть, если стоит задача постоянного анализа качества телефонного обслуживания дилерской сети? Прослушать разговоры каждого дилера очень дорого. Есть ли способы автоматизации типа речевого анализатора? Ну или каким образом организовать этот процесс? Мария, интересный вопрос, мы сталкивались с этим делом, вот у нас сейчас две компании на таких вот системах, сидят с мониторингом дилеров, и сейчас мы еще будем подключать. Вы знаете, даже честно скажу, что система автоматического распределения звонков, она, например, для крупных городов не очень хорошо отрабатывает, потому что, допустим, в той же Москве человек хочет купить в той точке, которая ближе к нему. Мы-то его определяем по тому же телефону, что это Москва, но вот какого дилера ему подсунуть, вот это уже вопрос, как правило, мы его решаем уже через колл-центр. Что касается прослушивания, вот именно качества обслуживания, ну, знаете, во-первых, есть всякие косвенные показатели, то есть это объем продаж дилера, объем звонков ему, то есть уже вы можете рассчитать, сколько денег, грубо говоря, вы потратили на этого дилера, чтобы сгенерить ему вот этот поток звонков, и сколько денег он вам принес. Это косвенные показатели. Что касается прослушивания и так далее, постоянно каждый звонок, это действительно очень дорого, и смысла в этом нет. То есть у нас операторы, во-первых, обычно прослушивают тех дилеров, которые вызывают сомнения в качестве обслуживания, то есть, допустим, мы им нагнали 20 звонков, а коэффициент там, ну, когда мы делим объем принесенных денег на количество перегнанных им звонков и заказов, мы смотрим, что там один звонок нам приносит, допустим, там 5 тысяч рублей, а топовый дилер приносит там 20 тысяч рублей. Мы думаем так, ну, во-первых, нам просто неэффективно гнать ему вот эти вот звонки, мы сразу в очереди понижаем ему приоритет. А второй момент, мы начинаем его прослушивать, а почему так происходит, может быть, его вообще из очереди надо выкинуть. Начинаем слушать, а оказывается, что он продает другую продукцию. Мы ему штраф, выключение из очереди, и, значит, до следующего раза мы его исключаем, пока он не скажет, что он все это исправил и не проинструктировал менеджеров. Прослушивание, опять-таки, то есть у нас, как правило, вот эта вот ситуация с прослушиванием врубается только по тем дилерам и по тем регионам, в которых есть проблемы с продажей. И вот когда мы этот звоночек поступаем, сразу звонок уходит, значит, мы отправляем, даем доступ оператору, он сидит, прослушивает все это дело и выставляет уже ручные оценки. То есть это набор критериев. Можно, имея набор вот этих показателей, серьезно уменьшить то количество прослушиваний, которые нужны. И стоит это, кстати, не так дорого. То есть, как правило, это здорово аутсорсится. И по критериям, по набору критериев выставляются оценки. Хорошо, Миша. Вопрос, опять же, от Дмитрия, который задал предыдущий. Если анализ качества телефонового обслуживания возможен, то какую систему мотивации для дилеров можно организовать на основании этой информации? Просто зачастую дилеры торгуют продукцией нескольких производителей и хочется отдавать приоритет лояльным именно к продукту, который мы продвигаем. И больше клиентов отдавать их. Ну, ты, в принципе, ответил предыдущим, но как-то, может, чуть более расширенно. По лояльности, ну вот, как у нас эти системы, по крайней мере, планируют внедряться. То есть, вот сейчас еще у нас в процессе отладки вот некоторые моменты. Ну, вот из того, что было запланировано, это лояльность, это, в общем, чем больше они лояльны, и чем больше они продают нашу продукцию, и чем выше у них, грубо говоря, количество принесенных денег производителю на каждый телефонный звонок, тем больше звонков они получают. Это первый момент. Второй момент. Чем они лучше продают, чем больше вебинаров наших по продажам они прослушали, и чем больше они предлагают продукцию нашей компании, тем выше балл, вот уже который вручную оператором выставляется, и тем, опять же, больше звонков они получают. То есть, грубо говоря, чем они лояльнее к производителю, тем больше звонков они получат, и тем больше денег в итоге останется в их компании, то есть, тем выгоднее всем. То есть, вот эта вот мотивация, она строится у нас исключительно на том, чтобы мотивировать деньгами, и мотивировать чем больше лояльности, тем больше денег. Хорошо, Миш. Вопрос следующий от Александра. Михаил, какие IP-ATS имеет смысл рассматривать для интеграции с CRM, чтобы было проще налаживать аналитику? Честно говоря, ну, принципиально, наверное, особо разницы нет, какие. То есть, важно, чтобы, значит, есть облачные сервисы, которые можно вполне использовать, которые прекрасно работают, даже часто и по качеству связи, и по уровню обслуживания это значительно лучше, чем, допустим, АТС, которая стоит в офисе, банально, потому что она на 100 мегапитах стоит где-нибудь в дата-центре, и она у вас не ляжет, когда у вас, допустим, кто-нибудь там сел что-то качать в офисе серьезное. Использовали АТС-ки на базе Астериска в основном, использовали, значит, ну, поскольку просто куча партнеров, которые им занимаются, с ним есть проблемы, но все это работает. Использовали, значит, какие-то цисковские, я могу уточнить, там, АТС-ки использовали, облачные сервисы, с облачными сервисами, как правило, удобно, если вы хотите прям быстро, то есть тут вопрос в чем стоит. Если вы хотите сделать все это у себя, если вы хотите там плотно связаться, иметь кучу всяких настроек дополнительных, в АТС-ку всякие данные передавать, локально все это иметь и хранить все данные у себя, в таком случае имеет взять там Астериск, например, и локальную сервис поставить. Если вы хотите там стартануть быстро, берете облачный сервис с АТС-ки, берете облачную сервис, вот мы, например, АМА-СРМ взяли, кстати, если кому-то интересно будет, под промо-кодом комплета можно получить скидку 10% на эту АМА-СРМ, на их партнеры. Вот, значит, мы использовали вот эту АТС-ку, то есть банально там за 3 минуты прописывания конфигурационных данных у нас уже они по умолчанию интегрированы, карточки клиента открываются, то есть есть, конечно, всякие проблемы, но, тем не менее, все это работает. Я надеюсь, я ответил на вопрос.